Привет, друзья! Это снова Алекс с компанией Dispatch42. Я вам обещал новый видеоролик про то, как обманывает owner-оперейторов, и вот он, настал час истины. Все, что я расскажу, имеет больше информативный характер для того, чтобы вы были готовы к таким сценариям, но ни в коем случае не для того, чтобы вы завтра начали всех подозревать и боялись, что это происходит именно с вами. Наоборот, я повторюсь, есть много достойных компаний, которые ценят своих водителей и не позволят такому произойти. Мы на данный момент работаем с более 70 керрерами, у которых все абсолютно прозрачно. Итак, я этот ролик разделил на две части. В этом видео я расскажу первое о том, как себя безопасить и понять, если диспетчер режет рейты. И вторая часть будет о том, что именно происходит на бэк-офисе. Под бэк-офис я имею ввиду, что именно происходит в офисе, пока вы ездите, работаете, загружаетесь, разгружаетесь, стейтменты, какие программы используются и так далее. На самом деле, чтобы отправить фейк рейт водителю не так уж и сложно, но и не так просто, как кажется на первый взгляд. Вы, наверное, подумали, что нужны какие-то знания фотошопа или каких-то сложных программ, но достаточно использовать онлайн программы, те же самые, в которых диспетчер подписывает рейткон для брокера. Тут вы должны понимать, что после того, как пришел рейткон, диспетчер должен отредактировать и отправить водителю поддельный рейткон. Но на этом его работа не заканчивается. У диспетчера, который этим занимается, должна быть четко построенная система, так как он должен в аккаунтинг отправлять один рейткон, а водителю совсем другой. Соответственно, для внутренней отчетности у диспетчера есть одни цифры, а у водителя его личные стейтменты совсем другие. Компании, которые этим занимаются, должны были построить целый оперейшн в офисе, чтобы не путаться и не спалиться при отправке брокеру и водителю правильные амаунты. А теперь давайте разберем, как именно вы можете себя обезопасить или проверить, если вас обманывают. Есть много способов проверить, но только два из них являются самыми эффективными, по моему личному мнению. Опять же, я упираюсь только на свой личный опыт. А если вы знаете еще и другие, я вас очень прошу ими поделиться в комментариях или написать мне в личку. Сейчас давайте я расскажу про эти два способа. Первый, предполагай, что диспетчер должен будет сделать немного дополнительной работы и попросить брокера добавить ваш email в копии при отправке рейткона. Это действительно не совсем удобно для диспетчера и брокера, так как нужно будет еще один email продиктовать перед тем, как брокер отправит рейткон. Но взамен вы получаете рейткон от самого брокера. Тут я могу сказать точно, сделать edit или какие-либо изменения невозможно. Теперь второй. После того, как вы получили рейткон в любой форме от диспетчера, вы можете просто взять наименование компании брокера, внести в любой поисковик и найти General Line брокерской компании. Тут очень важный момент. Вам не нужен номер брокера, с которым вы забукали лоуд, потому что вам просто не скажут рейт. А если позвонить именно на General Line, с правильным подходом это можно сделать. Мы как диспетчера тоже звоним на General Line, когда сомневаемся, что брокер настоящий или нас пытаются обмануть. И вот что именно нужно проговорить, когда вы звоните на General Line. Поздороваться и представиться от имени компании, в которой вы работаете. И сказать, что вы хотите проверить, если у них в системе есть такой лоуд и с такими деталями. И потом продолжайте с load number, pick up and delivery locations и, конечно же, rate. Чтобы вам было проще, я проговорю, как это должно звучать на английском. Hello, my name is Alex and I'm with Dispatch42. I would like to check if you have this load in your system. I'll give you the load number, if you don't mind. So, the load number is 13358. The pick up location is out of Philadelphia PA to Chicago, Illinois. And the rate is 4000. И вот именно тут вам должны законфирмить детали лоуда и что это действительно так. По этой тематике будут выходить еще больше роликов. Это будет целая рубрика, поэтому жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. А если вам понравилось, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем искренне желаю прозрачности во всем, что вы делаете. Ведь именно это самый короткий путь к выстраиванию взаимовыгодных отношений. До скорых встреч!